ситуация у нас да если что меня тут в конфе спросили можно ли не я понял что имеешь ввиду минус не переживай метод в конфе спросили могу ли я использовать нормальный микрофон значит отвечает я могу использовать нормальный микрофон если вы мне накидайте донатов чтобы я смог его купить ссылка на донат в описании находится пожалуйста у меня там всякие прикольные финтифлюшки стоят чем выше донат тем прикольные финтифлюшки поэтому не стесняйтесь там доната от 5 рублей любому донату буду счастлив как ребенок вот ладно все начинаем значит смотрите у нас вот все будет паша по шагу на нас будут этапы начальный нулевой этап начальный этап продвинутый этап продолжающий этап продвинутый этап вот и у нас будет шаги в каждом из этапов значит это первый нулевой нулевой уровень это когда вы знаете меньше ста слов не просто ста слов меньше ста существительных которые вас окружают вашей каждодневной жизни значит все предметы которые вы видите каждый день вы должны знать на английском языке значит эти предметы возможно в своей речи вы используете не часто но вы точно их видите каждый день на и что это за предметы это телефон ручка книга тетрадь листок кровать стул диван шкаф ну в общем идея понятно да значит смотрите вот список значит если кому-то в лес скину его еще раз значит смотрите ну понятно что приходится щуриться я заранее обозначил что там качество очень херово и поэтому простите в принципе ничего нового сейчас вам в этом списке не не покажу значит еще раз смотрите вот эти слова которые у нас здесь есть они разделены по категориям напитки яблоком банан помидор чай кофе вода ну и так далее но в общем в принципе суть понятная надеюсь да то то что вы встречаете в каждый день в языке в вашей жизни то есть как бы берете этот список распечатываете его вот естественно он на русском потому что вы не думаете что мне лениво было писать перевод он на русском потому что перевод вы должны найти для себя сами чем больше вы работаете над каждым отдельным словом тем больше шансов чтобы его запомнить поэтому берете этот список распечатываете сами самостоятельно ищите перевод к этим словам записывайте его отдельно и соответственно ходите с ним везде значит если вы решили попрактиковаться в языке берете соответственно достаете список либо можете его варианта два да то есть либо вы сверяетесь по списку да то есть проверяете знаете вы или нет либо вот вы держите держите в руках ручку и думаете как же там была ручка по-английски да соответственно если вы не можете вспомнить и доставайте список достаете список смотрите проверяете вот значит соответственно и садитесь на стол и пытаетесь вспомнить как там стол был по-английски ну и так далее вот соответственно вот весь этот все вот эти вот списки они у вас должны быть значит работать с ними нужно таким образом значит слова вот эти вот нужны нам в первую очередь для грамматики да то есть мы их не учим не просто так мы их учим для того чтобы когда мы начали изучать грамматику когда мы начали учить изучать грамматику нам не пришлось бы отвлекаться на то что мы не можем составить предложение потому что у нас нету потому что мы не знаем никаких существительных которых можно было бы применить в этом предложении ну то есть например мы не можем использовать предлог им если мы не знаем ни одного места не можешь сказать в школе если мы не знаем слова школа можно сказать дома если мы не знаем слова дом и так далее то есть вот эти слова нужно знать они разбиты по категориям именно потому чтобы грамматически они по-разному определяются разные предлоги перед ними ставятся значит нулевой этап это нужно запомнить вот эти вот 100 слова для того чтобы потом с грамматикой не было никаких проблем не останавливаться не тормозить на этом этапе вот значит отдельно прошу когда будете запоминать слова обязательно запишите транскрипцию неважно на русском или на английском главное чтобы у вас транскрипция была и она точно соответствовать тем звуков звуком которые издают эти слова значит дальше следующий этап начальный начальный этап заключается в том что в том чтобы осознать каким образом работает язык на базовом уровне это грамматика то есть чем выше вы поднимаете чем меньше вы знаете чем меньше вы разбираетесь языке тем важнее для вас грамматика чем выше вы знаете больше чем больше вы разбираетесь языке тем больше для вас важна лексика на начальном этапе все свои усилия мы концентрируем на грамматики лексика отодвигается в долгий ящик мы с ней будем разбираться когда мы будем находиться на продолжающем уровне на начальном уровне самое главное для для нас это грамматика. Значит базовая грамматика. Что такое базовая грамматика? Базовая грамматика в английском языке это 12 времен. Значит что вам нужно сделать прежде чем вы начнете их учить и начнете их зазубривать. Во первых нужно запомнить что зазубривать ничего не надо. Вся зубрежка закончилась у нас на первом этапе. На первом уровне. вот зазубрили эти 100 слов их не обязательно зазубривать но вы можете это сделают для упрощения скажем так хотя у вас больше времени на это уйдет потому что зубрежка всегда гораздо меньше времени на зубрежку всегда больше времени уходит чем на понимание того что чем вы занимаетесь но не суть не смотрите перед тем как вы начнете учить present sim то английский язык обычно учат present simple что достаточно плохая идея поскольку present simple сам по себе является исключением поэтому начинать на самом деле нужно лучше всего со времени future simple потому что future simple едва ли является исключением значит но это все неважно значит во первых прежде чем изучать отдельно какой-либо из времен вы берете таблицу со временами и внимательно на нее смотрит смотрите таблица времен вещь достаточно тонкая потому что сделать так чтобы в одну таблицу было запихнуто все что нужно все что вам нужно достаточно сложно поэтому таблица у нас две значит первая таблица совершенно оригинальная которую я собственно говоря составил путем долгих изысканий таким же образом можно выучить времена так чтобы было нормально их учить смотрите таблица сложная зато в ней практически все есть практически потому что здесь нету примеров использования значит смотрите таблица у нас разделена ну как обычно здесь у нас past present future прошедшее настоящее будущее здесь у нас simple perfect continuous и continuous динфок и так далее вот и в принципе вот если взять две таблицы одну в левую руку другую в правую руку внимательно на них смотри то в принципе можно можно понять их внутрь как бы если сконцентрироваться достаточно на них то может в принципе осознать вообще каким образом насыплются времена вообще в принципе вот значит вот она это все посмотрели возникает вопрос дальше что с этим совсем делать ну то есть как бы это очень много информации на ее невозможно просто взять за один день запомните на более за несколько часов вот значит что нужно сделать вам нужно взять маленькую тетрадочку маленькую тоненькую тетрадочку листов 12 она назовется магическая тетрадочка магическая тетрадочка моего прогресса по английскому языку берете тетрадочку и глядя вот на эти замечательные таблицы ищите закономерности да то есть половина закономерности в них уже указано значит то что у нас инговая форма везде одинаковые так далее значит все закономерности все нюансы которые вы нашли все вещи которые у нас одинаковые во всех но вне в некоторых временах скажем это все нужно записать на вы допустим открываете вы ну то есть смотрите вы на perfect и видите что во времени perfect вне зависимости от предложения вне зависимости от времени у нас везде используется третья форма глагола ну соответственно мы ставим в магической тетрадочке циферку 1 так записаны во времени perfect везде используется третья форма глагола вне зависимости ничего если у вас используется какой-либо perfect то это третья форма глагола значит дальше вы видите что во времени continuous а во времени perfect continuous у нас везде используется инговая форма глагола опять-таки вне зависимости от чего так и записываем во время continuous во времени perfect continuous здесь используется инговая форма глагола и так далее вот соответственно вот после того вы все это записали ну то есть как по стопу зашли нашли все закономерности поставку нашли все вещи которые перекликаются в него во всех временах на все исключения записали можно постепенно передвигаться к изучению собственно говоря каждому из этих времен в отдельности то есть к фьючер симпл я предлагаю всегда начинать фьючер симпл потому что он ну то есть это немного как на интуитив как говорится не очень логично может показаться но в перспективе это гораздо лучше работает отдельно ну смотрите если по шагам до шаг 1 взять таблицу шаг 2 взять тетрадку и записать туда все закономерности значит шаг 3 сделать небольшое небольшое отвесление и записать использование глаголу to be что глаголу to be в отличие от всех остальных глаголов форма глагола не 5 а 6 значит эта форма глагола следующая форма глагола не определенная то есть с частицей to то есть to be форма глагола нулевая то есть без to просто be да это та форма глагола которая у нас используется в ну во фьючер кофе конте во фьючер континьюс например да вилл би да то есть там не стоит ту и там используется первая форма глагола это если дальше первая форма глагола которая соответствует время кончения вот у нас здесь все форма глагола to be кроме бин потому что бин у нас выше на то есть м из а это первая форма глагола возобие вторая форма глагола бин это третья форма глагола потом пожалуйста 66 форм глагола to be да их их нужно изучать отдельно да то есть насчет тестов на насчет все то что вы записали магическую тетрадочку нужно тестировать как бы каждую неделю нужно проверять то что вы записали в тетрадочку на то что вы не помните нужно еще раз пройти пересмотреть повторить вот значит в конце месяца берете всю тетрадочку целиком и проводите себе тест на ваше знание того что там написано вот соответственно поэтому тетрадочка должна быть тонкой ну то есть чтобы у вас была возможность ее повторить потому что повторять тетрадку толщиной в 48 листов уже практически невозможно тетрадку 24 листа можно но тоже достаточно сложновато поэтому лучше всего 12 12 листов в одно закончили писать вот и ходите с двумя да когда у вас это самое ну то есть самая первая тетрадочка вы ее все-таки освоите полностью целиком соответственно вы ее больше не берете с собой берете только вторую ну и там дальше тетрадочка номер 3 тетрадочка номер 4 тетрадочка номер 5 и так далее вот откладывать их ящик ни в коем случае не выкидывайте потому что ну то есть где-нибудь месяца через три нужно просто взять и повторить все что вы знаете по английскому языку вот значит пользоваться тетрадочка нужно следующим образом можно записывать только то что является закономерностью либо какой-то интересностью скажем только то то что вас заинтересовало да не нужно записывать формулу образования present simple может туда записать что present simple утвердительных предложениях не используется вспомогательный глагол вот не нужно туда записывать образование фьючерпф континьюс нужно записать что фьючерпф континьюс как и все остальные времена во время в типе континьюс и использует ингл форму глагола не какое-либо другое вот значит у вас должно быть две тетрадочки да магическое и обычное в обычном записывать всю грамматику и примерок не обязательно потому что без примеров вся грамматика это пустой глупо записывайте грамматику к ней 34 примера да значит насчет времен у вас должна быть следующая таблица которые чел прописан да здесь прописано все образование точнее но здесь вот где-нибудь наверху подписывайте какой-то тип времени до simple continuous perfect perfect continuous неважно подписывайте и у вас здесь есть к этой таблице в тетрадочку записываете примеры в принципе все что нужно знать про начального уровня тест для того чтобы купить и с начального уровня на уровень продвинутый продолжающий точнее простите продолжающий уровень получается в следующем вы должны быть в состоянии написать любое предложение в любом времени должны состоянии быть его не только грамматически образовать но и образовать его соответствующими соответствии с правилами использования этого конкретного времени значит если вы используете постовик то вас желательно должен быть мягко говоря желательно то есть должен быть второй глагол который тоже стоит в прошедшем времени можете просто написать предложение ай хэ 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 транк я выпил может сказать ай хэ транк before you came выпил перед тем как ты пришла ну то есть в принципе на самом деле в этом ничего сложного нет да то есть если вы если вы действительно понимаете как как используется каждый из времен как как какие у нас случаи использования каждого из времен то в принципе образовать 12 предложений которые будут соответствовать этим правилам то есть не должно вас возникать никаких проблем если у вас есть какие-то проблемы продолжайте повторять и продолжайте сидеть на этих временах то есть не нужно никуда уходить дальше пока вы не освоили времена потому что если вы что-то не доучите то у вас потом будет гораздо больше проблем чем если вы сядете и выучите все-таки достойно скажем так вот значит вот вы закончили начальный уровень и передвигайтесь уровень продолжающий продолжающий уровень он уже становится таким более размытым потому что он на начальном уровне все однозначно то есть нужно базовая грамматика ну то есть базовая грамматика это 12 времен вот значит начальном уровне становится более размыто нато там там уже больше ну то есть не больше начинает играть роль лексика потому что там грамматика начинает быть завязана на лексию да например разница между few и little невозможно осознать пока вы не знаете исчисляемых и неисчисляемых существительных да значит разницу между статичными и не статичными глаголами невозможно понять если вы их не знаете да ну в общем на продолжающем уровне мы больше осознать то есть как и ко всякого рода исключениям и в магической тетрадочке у нас начинается начинают появляться записи гораздо более индивидуальные скажем так конкретно по учебникам советую яростно советую использовать мерфи потом мир фи не красный мерфи синий для продвинутого уровня потому что красный мерфи конечно хорош но он слишком простой да то есть на то есть там не все конечно понятно потому что он весь целиком на английском вот ни в коем случае не используйте русские учебники потому что русские учебники и очень Ну, соответственно, передвигаетесь от теми к теме, соответственно. Можете не от теми к теме, да. То есть, как бы, если вы начали изучать страдательный залог, то вы изучаете страдательный залог до конца. Вот. То есть, не нужно посередине страдательного залога соскакивать куда-то в другое место. Вот. Соответственно, значит, конкретные грамматические темы, которые необходимо осваивать на продолжающем уровне. Значит, это, во-первых, страдательный залог. Это, во-вторых, сослагательное наклонение или условное наклонение. Это практически одно и то же. Значит, это статичные глаголы, то есть, те, которые не используются в континуусе. Это разработать себе систему, ну, то есть, не разработать себе систему, там система достаточно простая, научиться работать, скорее так. Так, научиться работать с неправильными глаголами. Значит, с неправильными глаголами работать достаточно просто. Вы их просто записываете, все три формы. И каждый раз, когда вам нужно использовать какое-то конкретное глагол, вы вспоминаете все три формы. Если вы не можете вспомнить все три формы, вы прекращаете делать то, что вы делаете в данный момент, и идете в словарь свой личный, смотреть все три формы. Значит, посмотрели, вспомнили и продолжаете делать то, что вы делали до этого. Таким образом, у вас никаких проблем с неправильными глаголами не будет. Дальше. Это модальные глаголы обязательно. Недавно в паблике были выложены табличка небольшая с базовой информацией. Даже перевод не написан, но мне картинка понравилась просто. Вот. То есть, вот эти все такие мелкие исключения. Соответственно, нужно, естественно, разобраться с разницей между at, in и on. То есть, предлогами вот этими основными, которые используются в кратодневной речи. По лексике, значит, это у нас месяца, даты, дни. С числительными тоже желательно разобраться на продолжающем уровне, потому что на уровне 12 поздно уже будет разбираться. Значит, числительные даты и дни. Значит, месяца. Все местоимения в любой форме. То есть, нужно понимать разницу между him и his. Нужно понимать, каким образом в английском языке используется слово свой. И вот все вот эти вот... Ну, то есть, это не то, чтобы очень тонкие нюансы, но по сравнению с временами это маленькие нюансы такие, да. Соответственно, исчисляемые, неисчисляемые, существительные. И артикли, соответственно. Артикли. То есть, не нужно прям очень сильно углубляться в их изучение, да. То есть, есть книжечка такая, не помню, как называется. Короче, там написано 500 примеров использования разных артиклей. Ну, то есть, там 500 правил, точнее. 500 правил использования артиклей. Ну, то есть, в принципе, и, конечно, можно углубляться в это таким образом, но не стоит, мягко говоря. Вот. То есть, смотрите, у вас задача на продолжающем уровне не стать грамматическим экспертом, а научиться язык использовать. Именно поэтому на продолжающем уровне мы начинаем подключать живой язык в форме книг, сериалов и всего подобного. Музыки там и так далее, да. Значит, если смотрите фильм, смотрите его исключительно с английскими субтитрами, ни в коем случае не с русскими. Русские субтитры используют русские субтитры, настолько же бесполезно, как смотреть фильм в дубляже. Да, ну, может быть, чуть-чуть, на 2% полезнее. Вот. Вот, исключительно с английскими субтитрами, да. То есть, желательно таким образом просматривать фильмы, сюжет которых вы знаете, и более-менее разговоры, которые там используются, вы тоже знаете. То есть, вы уже смотрели в дубляже. Вот. Ну, вот, как-то так. Например, ну, ситуация на продолжающем уровне обстоит. Уровень advanced. Ну, уровень advanced – это более-менее свободное владение языком. Да, то есть, это не fluent, конечно. Да, это не свободное владение. Это такое, как бы, свободное владение. То есть, это уровень, когда вы можете общаться с людьми, ну, можете общаться с иностранцами на их языке, при этом не испытывая особо, особо каких-то существенных проблем с этим. Чтобы на этом уровне не было проблем, первое, что нужно сделать, это начать с ними общаться. Да, то есть, к уровню advanced ваше владение языком вполне позволяет вам с ними разговаривать. Как бы, вы знаете базовую грамматику, ваш лексикон составляет примерно 5000 слов. Ну, в принципе, вы можете выразить то, что вы хотите выразить, то, что вы хотите сказать. В принципе, вы можете это сделать. Ну, значит, как бы, вы можете пользоваться словарем, естественно, для каких-то, прям, очень сложных слов, но, в принципе, вполне возможно с ними общаться. Поэтому, значит, идете в чаты, идете, ищете себе собеседника, можно общаться с людьми по скайпу и так далее. Ну, то есть, на уровне advanced самое главное, что вам нужно сделать, это прекратить обниматься с учебником и идти обниматься с иностранцами. К этому моменту, к уровню advanced, вы синий мёрфи, который вы начали изучать на продолжающем уровне, должны пройти. Да, то есть, как бы, там, в принципе, вся необходимая грамматика, которая вам когда-либо пригодится в жизни, она дана. Да? Ну, то есть, как бы, это, конечно, все еще уровень intermediate, фактически, но по факту этого более чем достаточно. То есть, как бы, вот разница между теми intermediate, теми intermediate, которые даются у нас на всяких курсах, университетах, школах и прочее, вот все вот эти учебники, на которых написано intermediate, они еще их разделяют на pre-intermediate и upper-intermediate, но по факту это, ну, то есть, нет никакого pre-intermediate и upper-intermediate, есть intermediate, и он не очень большой. То есть, как бы, проблема вот этих вот учебников заключается в том, что вас пытаются напичкать ненужной вам лексикой, которую вы не в состоянии запомнить, потому что ее слишком много. Именно поэтому изучение английского на всяких языковых курсах и в школе оно затягивается, ну, максимально возможно, там нет ограничений, да, то есть, если вы, если вы пришли заниматься на курсы английского языка, вы можете там заниматься 10 лет, 20 лет, это никогда не закончится, потому что всегда есть какие-то слова, которые вы не знаете, да, и если вы ставите своей целью, ну, точнее, не вы ставите, если вам ставят целью изучение языка, заключение, ставят целью изучение языка, это выучить как можно больше новых слов, то вы до уровня advanced по их системе не дойдете никогда. Ну, значит, уровень advanced начинается, когда вы овладели всей грамматикой, которая указана в синем Мерфи, в синем Мерфи, там всего 145 уроков, по-моему, ну, то есть, как бы каждый урок это, ну, не знаю, минут 40, наверное, да, то есть, считайте, что, как бы, если вы будете заниматься по 40 минут в день, то через полгода вы будете более-менее свободно развивать на английском языке, ну, вот так вот, да, это, ну, то есть, это при том, что, как бы, половина из этих уроков это использование, вот это вот, этих чертовых 12 времен, да, то есть, как бы, в принципе, к тому моменту, когда вы начнете заниматься по Мерфи, вы должны уже будете освоить актив-пассив 12 времен, страдательный заук, слагательные наклонения, условное наклонение и так далее, вот, ну, это примерно, ну, не то, чтобы это прям половина учебника, ну, тут, я не знаю, там, четверть, да, ну, в принципе, за полгода, если заниматься по 40 минут в день, можно, в принципе, научиться говорить по-английски, вот, то есть, как бы, если повторять это все постоянно с помощью магической тетрадочки, то, ну, совершенно никаких проблем в этом нету, не нужно ничего драматизировать при этом. Вот, значит, на уровне advanced ваша задача общаться с иностранцами, вот, то есть, как бы, каждый раз, когда он говорит вам что-то интересное, соответственно, вы записываете эту фразу, ищите у нее перевод, вот, и, соответственно, запоминаете ее на всю жизнь. Ну, то есть, как бы, в принципе, вы иностранцев используете для двух целей. Первое, это отточить использование языка самостоятельно, и второе, это набрать новые лексиконы, которые достаточно сложно найти в учебниках, мягко говоря, потому что вот сленг вот этот вот разговорный, он, как бы, в принципе, постоянно пытаются сделать учебники, которые учат вас сленгу, но проблема в сленге заключается в том, что он каждое десятилетие меняется, как бы, сленг, который использовался 30 лет назад, ну, он, половину умер, а вторая половина, ну, считается устаревшей, поэтому, ну, не очень хорошая вещь учить сленг учебникам. Вот, ну, в принципе, все, на самом деле. Субтитры создавал DimaTorzok